Сегодня Святая Церковь совершает память Святого Апостола Филиппа. Святой Апостол Филипп был родом из Песарии Палестинской. Он усердно проповедовал Христа в Самарии. Однажды Ангел Божий сказал Филиппу, встань и пойди по дороге ведущей Гази. Филипп повиновался и на дороге встретил одного эфиопского вельможа. Он ездил в Иерусалим для поклонения Богу. Ибо многие из чужостранцев веровали тогда закону Моисея. Сидя в колеснице, он читал пророчество Исаида. И именно то место из 53 главы, в котором пророк так ясно указывает на Христа. Как овца веден он на заклане, и как агнец предстригущим его безглазие. Так он не отверзал уст своих. От уст и суда он был взят. Но рот его кто изъяснит? Ибо он, отторгнут от земли живых, за преступления народа моего, претерпел казнь. Эфиопский вельможа не понимал, о ком говорит пророк. Но Господь, видя его искреннее желание узнать истину, послал ему неожиданную помощь. Дух Святой внушил Филиппу заговорить с вельможей. Узнав, что тот читает пророчество Исаида, Филипп спросил, понимает ли он, что читает. Нет, отвечал вельможа, объясните мне. Филипп тотчас же объяснил смысл пророчества и благевоствовал вельможа о Христе. Тот слушался вниманием. Между тем подъехали к воде. И вельможа сказал Филиппу, вот вода, что мешает мне креститься? Можно, отвечает Филипп, если веруешь от всего сердца. Веруй, что Иисус Христос есть Сын Божий, отвечает тот. Остановили колесницу, оба вышли. Филипп окрестил вельможу, и Дух Святый сошел на вновь у веровшего. Тогда ангел Божий взял Филиппа, а вельможа продолжал путь свой с радостью. Чудными путями распространялось светлое учение. Господь милостиво всегда наставляет тех, которые желали служить Ему. Господь помогает и теперь всем тем, которые желают узнать волю Его. Каждому из нас нужна помощь Божия при чтении Священного Писания. Помыслим о том, как нам должно читать или слушать Священное Писание, чтобы получать истинный плод ко спасению душ своих. Первое. Приступая к чтению и слушанию Священного Писания, мы должны помышлять, что это не человеческое учение, что это Слово Божие, которое постоянно и неизменно. Сам Господь говорит, слова, которые говорю я вам, суть, дух и жизнь. Апостол учит, всякое Писание Богу духовновенно есть. Сам Иисус Христос и апостолы свидетельствуют о божественном достоинстве Священного Писания, о том, что оно написано Духом Божиим, что предлагаемое в Нем учение неизменное и есть Слово Божие, живое и действенное, и спасительное для всех верующих и соблюдающих. Второе. Необходимо питать в душе чувство смирения и преданности Господу, чтобы с детской верой принимать учение Слова Божия. Мы должны всегда хранить себя чистыми от грехов души и тела, чтобы Дух Святый осенял нас и даровал нам благодать и разумение. Должны слушать и читать Слово Божие с глубоким смирением, с детской простотой и несомненную верой, понимая Священному Писанию как истинному Слову Божию, Словом Господа Иисуса Христа и Святого Духа. Читая и служа Священное Писание, старайтесь понимать его так, как понимает и изъясняет его Святая Православная Церковь, как учили святые отцы, как определили святые православные соборы. И каждый раз, как читаем или слушаем Священное Писание, всегда надо нам питать в своей душе искреннее желание и твердую решимость совершенства в познании спасительного учения, а также стараясь всеми силами исполнять заповеди Божии. Слушайте, а когда можете, читайте Священное Писание усердно, и с благовением, и смиренно повинуйтесь наставлением Духа Божия, в нем говорящего, просвещайтесь им, как духовным светом, питайте им сердца ваши, как небесную манну, последуйте ему, как светильнику, сияющему в этом темном месте, нашего земного странствования. Господь сказал, блаженно слышащие Слово Божие и соблюдающие Его, так, слушая Слово Божие, повинуясь Ему, вы блаженны. Господь говорит, истинно, истинно говорю вам, слушащий Слово Мое и верующий, пославшего Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но пришел от смерти в жизнь. Святой апостол Филипп, моли Бога о нас. Аминь. Спасибо. 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 Спасибо.